всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут катя и сегодня будет видео о благодарности мы решили спрятаться в ботаническом саду но тут вообще как в улье все гудит все жужжит не слышно пение птичек но ничего мы я думаю справимся с этим прежде всего хочется сказать большое спасибо тем кто смотрел мой канал кто его смотрит моим постоянным зрителям и тех тем кто забегает ко мне на время на какое-нибудь одно видео может быть на несколько минуток особая благодарность тем кто на меня подписан и периодически комментирует я уже некоторых людей которые мне пишут комментарии прям знаю запомнила у нас уже я думаю что завязалось какой-то какой-то небольшой но диалог мы уже немножко друг другу узнаем и поэтому я сегодня хочу немножко рассказать о себе наверное вам нужно знать кого вы смотрите с кем вы проводите свое время с первого раза может быть покажется что тысяча подписчиков это мало по сравнению с другими блогерами профимерными и не профимерными для меня тысяча подписчиков это очень много как я себе это вижу я себе это вижу очень просто стою я в зале и на меня смотрят тысячи человек и слушать что я говорю на мой взгляд это много я думаю что если бы я оказалась перед 1000 аудитории мне было бы страшно но так как вы смотрите меня онлайн мне не страшно я могу расслабиться записать видео и поделиться с вами своими мыслями некоторыми моментами из повседневной жизни а самое главное ароматами и так немного обо мне меня зовут катя как уже большинство из знают я родилась и живу в городе рига в латвии и меня ест комар я здесь родилась уже не в первом поколении здесь родились также мои родители мне 35 лет это звучит как типа привет меня зовут там байся мне жизнь лет давай поиграем так как никто как бы особых вопросов не задавал я себе тут накидала несколько вещей которых я хочу рассказать но я не буду про себя все карты рассказывать иначе что же я буду делать потом что я себе буду рассказывать а мне есть что про себя рассказать итак чем я занимаюсь youtube это уже стала второй моей работы я работаю международной компании очень крупный глобальный в отделе маркетинга отделом это сложно назвать нас двое человек но работа выше крышей нагрузка большая поэтому на youtube к сожалению нету столько времени сколько хотелось бы тем не менее мне это очень нравится и я всегда стараюсь найти время для того чтобы придумать видео записать его смонтировать у меня есть теперь помощник в виде моей дочери которая очень часто держит камеру и помогает мне снимать видео и ее тоже кусают комары в данный момент за ноги у нас наконец-то наступило лет и можно доставать из шкафа летние вещи поэтому такие все белые не покусаны еще и нас едят так чем я занимаюсь да у меня двое деток есть с одним вы уже знакомы это мой сын эрнест если вы не смотрели видео с он комментирует обязательно посмотрите я его оставлю в описании к этому видео так как этот канал больше про парфюмерию хотелось бы рассказать немного может кому-то будет интересно с чего началось мое парфюманиачество вообще в принципе в моей семье всегда любили парфюмерию моя сестра очень любила всегда мужские парфюмы это я помню прямо на подростком там где-то у кого-то там подпыривала мужские ароматы и прям вот поливалась просто моя мама всегда любила духи бабушки и я помню себя совсем маленькой у бабушки на дне рождения я на полочке нашла какой-то темный темный маленький такой флакончик я втихаря им надушилась я помню эту дорогу домой как мне было плохо потому что они были очень такие сладкие я помню как нет тошнило я этот запах наверно на всю жизнь помню до сих пор вот это рассказываю я помню как выглядел этот флакончик и я помню как пах этот парфюм я помню себя маленькой у бабушкина трюмо стояла очень красивая такая из мрамора штучка и в этой штучке стеклянные ну как подставка такая стояла два стеклянных флакончика обрамленных таким золотым каким-то металлом и в этом металле были настоящие камни и в этих флакончиках была красная москва бабушка привезла из какого-то своего путешествия один флакончик потеряли уже наши дети то есть бабушкины правнуки и один флакончик я попросила дедушку никуда не выкидывать никуда не прятать потому что я попрошу себе его в наследство как память как раритетную вещь в принципе вот с таких вот маленьких шажков началась моя любовь началась моя любовь к парфюмерии мне всегда нравилось нюхать я помню как мне нравился там запах бензина запах газеты когда у меня родители просили принести газету из почтового ящика идешь и там прямо нюхаешь нос черный но тебе нравится как это пахнет как пахнет и еда батон хлеба черного корочка как пахнет свежего испеченного это все пошло из детства и в принципе так вот серьезно парфюмами я увлеклась тогда когда у меня появились свои деньги я начала зарабатывать на своей первой работе и появилась возможность покупать самостоятельно ни у кого ничего не просить а да и вот в подростковом возрасте самый любимый мой подарок под елку это был флакончик духов я помню как мы с мамой ходили выбирали и я знала что у меня под елкой будет лежать я это ждала и флакончик у меня заканчивался и на следующее рождество я просила у мамы еще один флакончик какой-нибудь вот и как я уже сказала я начала зарабатывать и именно в тот момент произошел какой-то такой бум интернет магазинов которые продавали парфюмерию по ценам ниже которые в магазинах у нас ну и все и начались какие-то в начале это были походы в парфюмерные магазины изучения меня очень потянуло на классику прям вот я самых знаменитых классических ароматов начала которые никогда в жизни не пробовала и очень было много покупок вслепую очень много было ошибок потому что зачастую вот лично мне не всегда а чаще редко нравятся какие-то нашумевшие ароматы может быть даже нравится но я вот не понимаю допустим там какого-то ажиотажа если мы берем ту же самую бакару да она красивая есть отливант но я не понимаю вот этого всего сумасшествия вокруг нее ну и так со многими знаменитыми ароматами вот и методом проб и ошибок изучением чтением информации чтением форумов истории я погрузилась в эту тему с головой и у меня я не заметила как но образовалась своя парфюмерная коллекция моя коллекция как таковой коллекции назвать наверное сложно коллекция это то что стоит на полочке у меня это все попрятано чтобы не портилось я бы хотела себе конечно парфюмерный шкаф какой-нибудь красивый но у меня просто чисто физически некуда его поставить ну так чтобы они не стояли на солнце чтобы не было перепадов температур чтобы парфюмы хранились в хороших условиях мне некуда это все разместить на чем я остановилась почему мою коллекцию сложно назвать коллекции потому что она не стоит я ее не коллекционирую пылинки не сдаваю я и пользуюсь более того она у меня живая потому что я периодически что-то продаю и что-то покупаю ну и обмениваюсь тоже я не очень люблю хранить парфюмы только ради того чтобы хранить хотя у меня и такие тоже есть я наверное прошла все стадии парфманиачества все ноты которые можно только я фанатела от ретро ароматов я увлекалась гурманикой сладкими ароматами необычными собирала миниатюрки коллекционировала уды деревяшки сейчас меня на цветы потянуло я как только начинала погружаться в эту тему я не понимала как можно пользоваться свежаками и для меня они все прав пахли просто каким-то спиртом сейчас я на такой стадии когда мне нравятся свежие какие-то легкие ароматы я ими наслаждаюсь я чувствую эту разницу в общем у меня вот теперь уже вот такая стадия легких ароматов и цветочных сложно цветочных цветочно мускусных цветочно фруктовых и даже каких-то таких тяжелых как амуажи какие-нибудь цветочные с чего и для чего я создала свой канал на youtube во первых я его хотела создать уже лет десять назад и единственное препятствие было это я сама моя какая-то трусость моя неуверенность себе прошлый год дал мне поддых так что мне уже стало все равно кто обо мне что думает я набралась смелости и 21 декабря 2022 года я выложила свое первое видео на youtube сделаны на коленке с подсветкой из каких-то настольных ламп и вообще это было конечно очень интересно я не скажу что сейчас у меня видео идеальные всегда есть к чему стремиться но и мы все учимся для чего я создала свой канал в первую очередь я его создала для того чтобы делиться с аудиторией у которой схожие интересы своими ощущениями впечатлениями мыслями потому что у меня их много но у меня не такое большое окружение любителей парфюмерии как могло было бы быть и мне куда-то это нужно куда-то эту информацию направлять и сейчас для этого у меня есть свой канал какие у меня планы на свой канал я не хочу чтобы он был только парфюмерным да он в основном парфюмерный но в моей жизни очень много других интересов я очень хочу поделиться какими-то моментами из своей жизни более того я смотрю на статистику и я вижу что именно из латвии меня смотрят не очень много человек очень жаль и до парфюманияки всей латвии объединяйтесь меня на канале я очень люблю страну в которой я живу это моя родина и конечно же я хотела бы с вами делиться какими-то местами какими-то событиями короче говоря парфюмерия это не все что в моей жизни происходит у меня еще куча идей куча планов и если вам интересно если я совпадаю с вашими вибрациями мои интересы совпадают с вашими и вам нравится картинка это что вы слышите обязательно подписывайтесь поддержите меня для меня это очень много значит я еще не знаю что сказать в общем это было видео с благодарностью просто невероятно огромное спасибо что вы со мной я надеюсь что у моего канала будет хорошее удачное будущее я развиваюсь в каждом видео и я буду очень рада если вы будете ко мне заходить я планирую делать эфиры из какого-нибудь симпатичного места может быть не очень да всем мира и добра еще раз всем спасибо пока